Вышел сейчас из 39-го автобуса. Это единственный автобус, который довольно относительно близко к платформе Втолевая. К платформе Втолевая, на которой можно уже, собственно, по железной дороге, на электричке уехать либо в сторону железнодорожного вокзала, либо в сторону безымянного. Там далее виднется мост, который как раз является самым таким пассажироемким в этом районе. Эта улица Авроры превращается в южное шоссе, в южный мост. Везет людей из южного же города. И пересадка для этих людей на электричку была бы крайне востребована. Ну, давайте посмотрим, насколько она вообще, в принципе, близка и насколько хорошо сделана. Ну вот, даже от автобуса идти достаточно далеко. Естественно, около самой станции никакой остановки нет. А вот там где-то и станция. Тут пока какие-то висуют в гараже. Как попасть к станции, пока не ясно. А вот и сама станция Толевая. Вот вдали мы видим мост. А вот сама платформа. От нас ушел товарня. И мы видим, что платформа вписанных частных секторах. И достаточно мало используем. Понятно, потому что, собственно, мало людей, которые непосредственно рядом живут. Поэтому очень важно насыть эту платформу другим смыслом. Если мы запускаем городскую электричку полноценную, которая будет обслуживать внутригородские связи, нам необходимо сдвинуть эту платформу до пересечения с улицы Авроры, с южным мостом. И организовать там компактную пересадку. Несколько сот метров отделяют нас от того, чтобы эта станция зажила другой жизнью абсолютно. Все люди, которые из южного города, солнечной, из пригорода, приезжают с той стороны в Самару, могли бы здесь уже пересаживаться на городскую электричку. И прямиком до центра, до железнодорожного вокзала доезжать уже совсем с другим уровнем комфорта, чем делать этот крюк через центральный автовокзал и так далее. Безусловно, данное строительство, оно не такое простое, требует нескольких лет. Но цели, которые достигаются здесь, они, конечно же, более масштабные. Здесь формируется такой хороший транспортно-пересадочный узел. Возможно, даже его расстроить немножко и добавить туда коммерческую составляющую, зон попутного обслуживания для пассажиров. И этот район живет совсем в другом. Я уверен, что подобные изменения, которые будут сделаны вдоль всей трассы следований городской электрички, позволят качественно переосмыслить ее роль в городе, насыщить пассажир потоком, смыслом и развить, как это было в Москве при пуске МСК, прилегающий район, так называемый ржавый пояс. Эти эффекты будут положительные и для пассажиров, и для города в целом.